привет друзья здравствуйте сегодня мы попали в гости к богатому землевладельцу который пожелал остаться неизвестным и пригласил меня в гости на свои поля бескрайние хлопковые поля если вы еще не поняли я впервые в жизни сегодня буду наблюдать и делиться с вами этой информацией как выращивается перерабатывается хлопок и сейчас мы узнаем все 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 детали братец мы вас слушаем говорите вот сажаем в апреле месяце так обрабатываем ее сентябре уже начинается сбор клубка так это второй сбор второй сбор то есть собирается вот таким вот образом берется вот так вот до 45 пальцев так и вот так вытаскивается вот видите вот так вот правильно понял как я красиво вытащил ухты вот такой вытаскивается получается такая очень похожая на вату субстанция потом она идет на фабрику там ее перерабатывают из нее изготавливают волокно правильно слушаем дальше говорите говорите мы вас лучше внимательно обрабатывается земля в течение шести месяцев 6 месяцев обрабатывается земля посадил хлопок через 6 месяцев уже все собирается не раскрыты косточки не остается вот это не поспел еще вот это не поспел вот эта коробочка до называется так она сама раскрывается вот такой вот есть семечки такие так их отделяют на фабрике автоматически так все понятно потом она все идет на изготовление одежды и вот туда аж до конца вот это все так сказать прекрасно прекрасно замечательно то есть садите вы его в апреле так когда она поспевает сентябре сентябре почему вы собираете три раза в отличие от узбеков то есть они собирают чуть-чуть раньше чем сентябрь в сентябре у них один сбор и все и все сразу за один раз они все собирают а вы собираете то же самое в том же количестве вы просто делите на три этапа я понял показываю еще раз для тех кто не знает вот это хлопок настоящий как будто вата настоящая но это натурально это природа а вату из него делают или нет а вату из него делают серьезно йоханый бабай я прожил 40 лет не знал из чего делают вату да блин вот она чё понятно так еще в чем производство отличие чем она отличается узбекская от вашего мы находимся в киргизии узбеки там они покупают сертифицированные семена сертифицированные турецкие семена да а надо его поливать бороться с насекомыми надо удобрять надо да вот один раз то есть после того как посадили вы должны еще прополоть вручную вручную прикольно то есть по сути вату делает из вот этого да то есть вытаскивает отсюда семечки получается вата медицинская обалдеть интересно что еще можете нам добавить интересного ну то есть это экологически чистый продукт сюда натуральный без гемо круто какая погода у вас тут летом стоит 50 градусов 50-55 это в тени или на солнце в тени 47 в тени 47 понятно и сколько месяцев у вас стоит такая жара два месяца июль август я понял замечательно хорошо еще что-то нам добавить хорошо можете пригласить всех киргизию спасибо большое друзья мои если вы хотите увидеть как растет настоящий хлопок как его собирают попробовать фрукты мукты походить по горам добро пожаловать к киргизию не забудьте также подписаться на этот канал нажать на колокольчик поставить лайк откомментировать хорошими словами и тогда вы узнаете еще много интересного об этой стране и других замечательных странах людях и традициях нашей планеты спасибо за просмотр с вами был олег профессиональный путешественник впереди еще очень много интересного всех целую обнимаю